Добрый день, любители шахмат! И мы подводим, наконец-то, итоги нокаут турнира. И передаю слово Никите Петрову. Да, большое спасибо всем, кто принимал участие в нашем турнире. Турнир получился интересный, достаточно продолжительный. Только совсем недавно, именно два дня назад, закончился последний матч. Как вы видите, записываемое видео 5 сентября. И сейчас в режиме, скажем так, практически прямого эфира мы поставим результат финального матча. Собственно, все, кто хотели, уже посмотрели видео с партиями. Думаю, все знают, как этот матч закончился. Но для тех, кто не знает, для тех, кто не знает, закончился он вот так вот. Да, Владимир Михайловский не смог оказать достаточного сопротивления. Напоминаем, что обладатель Никита собирает уже второй, турнир. Да, вот как-то так получилось, что несмотря на не самое высокое качество игры, в этом турнире все-таки удалось победить. Большое спасибо всем моим соперникам. Некоторые матчи были очень интересными. Ну, а вкратце, пробежимся по спортивным итогам. Второе место вполне заслуженно. Пройдя очень сильных соперников, занял Вова Михайловский. Напрямую отобрался в турнир претендентов. А за вторую путевку в турнир претендентов в матче за третье место была очень упорная борьба. В итоге, как я сейчас покажу, за счетом 5,5 на 2,5 победил Руслан Гопитов, занял третье место и также напрямую попадает в турнир претендентов, который пройдет этой осенью. Ну, тем, у кого интересны турнирные пути других шматистов, сейчас я покажу, листаю табличку. Разумеется, вы можете всегда перейти по ссылке и посмотреть сами. В общем-то, было много сенсаций, как приятных, так и не очень приятных, как и, мне кажется, в любом хорошем нокаут-турнире. Ну, я думаю, мы с полного основания можем сейчас нажать на вот эту вот кнопочку. Да, и, наконец-то, подвести итоги нашего турнира фэнтези. Артем обещал, что вот тут появятся вот такие вот надписи и главный чемпион немножко неправильно прописан тут. Ну, собственно, все это мы уже озвучивали. Возможно, в другой раз. Единоличное четвертое место Евгения Новиков. Такой вот четверной дележ, пятая. Восьмерной дележ, девятая. И так далее. Да, и... Наверное, стоит перейти к нашему фэнтези-турниру. И можно сказать, что у нас целых пять повезителей. Да, целых пять. И давайте объявим уже. И эту обязанность я предоставляю тебе. Отлично. Открывай табличку. Вот она. Итак, принимал у нас участие 26 человек в этом турнире. Как я могу понять. Я занял до остальных шнадов это место. Ты не о себе говори, я о победителях. Да, ну и поздравляем мы Владимира Дубровского, Ивана Бабикова, Андрея Разума, Артема Капустина и Анатолия Зыкова с тем, что они набрали по 12 баллов в нашем фэнтези-турнире. Ну и осталось представить команду мечты. Есть команда мечты? Я надеюсь, должна быть. Вот она. Команда мечты, это, собственно, мы могли максимум набрать 15 очков. Это Михайловский, Романовский, Буриш, Носимов и Перелогин. На самом деле, это не единственный вариант команды мечты. Да, конечно, не единственный. Вы пошли выбор ту, в которой меня нет. Да. И, собственно, поздравляем всех победителей и просим вас связаться с Артемом Капустиным по поводу получения выигрыша. Как видите, у нас были очень разные названия команд победителей. От Рваного Кеда до Гамбита Петрова. На самом деле, дело в том, что подвел я Владимира Добровского, честно. Приехал, играл я свой матч. И вот если бы в рамке напротив меня в команде Слон-Биотаж 7 стоял бы 1 очко от этого, Артем, ой, Владимир бы победил. А, кстати, я мог ведь обыграть своего соперника просто в тот момент думал не о шахматах, а, к сожалению, время поджимало. Что ж, так или иначе, мне кажется, можно еще другую интересную статистику привести. Каких из участников турнира брали чаще других, но, ладно, не будем это засчитывать. К этому видео будет приложено Excel-файл, вы сможете сами все посмотреть. Также вот следующий в списке результатов команды. Как вы видите, 25% удачи мне не помогли. И серьезные ребята, Кирилл Рев, оказались не такими уж серьезными. Но об этом в другой раз. Да, ну а на этом, наверное, мы прощаемся с вами. Ну и давай коротко проанонсируем все же, что ждет дальше. Чем нас порадует уходящий, уже можно говорить, наверное, что уходящий 2015 год. А именно в нем, а то, что именно в нем будет, расскажет вам Никита Петров. Ну, я бы с еще большей радостью об этом рассказал бы, если сам был бы уверен на 100%. В ближайшее время планировался турнир по шведским шахматам. Да, такое мероприятие пройдет, и будет буквально за недельку-полторы-две. В общем-то, смысл будет в том, что будет определенный топик, и вы сможете сами подобрать себе пару. И расскажем вам подробности этого турнира. И, естественно, он пройдет до начала второго Кубка Феникса. Да. После этого, после турнира по шведским шахматам, действительно, состоится второй Кубок Феникса. Снова серия турниров по швейцарской системе на шахматной планете. Подобная серия Гран-при Фиде. Не знаем пока, сколько будет турниров, но, как и в предыдущий раз, шесть лучших шахматистов по итогам этой серии турниров пройдут в турнире претендентов и присоединятся к Владимиру Мирайловскому и Руслану Гавитову, которые уже там. И эти восемь шахматистов в два круга разыграют путевку на матч с одним из ваших комментаторов. Пожалуй, это будет Кирилл. Да. И, собственно, под Новый год, я думаю, выберем мы денечек, возможно, до Нового года, может быть, после. Ну, вот, что-то в районе этих, около января, начало, конца декабря, начало января месяца мы сыграем наш матч за Корону Феникса, где уже будет выступать Никита Петров. И, собственно, это будет лайф-репортаж, я думаю. Ну, очень трудно в этом судить за четыре месяца. Ну, вот пока планы у нас такие. Ну, собственно, оставайтесь с нами. Да, большое спасибо всем 74 шахматистам, которые приняли участие в нашем турнире. Большое спасибо всем 26 участникам фэнтези-турнира. Оставайтесь с нами, участвуйте в наших турнирах. Да, дальше больше. Всем спасибо за внимание.